Ух, ватафак, мазефак, блин, это куда это я тэпнулся? А, это же Амазинг Онлайн, чё-то не узнал сразу. После такой долгой спячки, надо бы в первую очередь умыться. Ну и дабы не тянуть ваше драгоценное время, в двух словах объясню, что, как вы понимаете из названия видоса, мы поедем сейчас за Грантой. А почему я за ней еду и зачем, я объясню вам по дороге. Гранточка сейчас меня дожидается в районе населённого пункта Карьерный, по-моему, так как это называется, поправьте, если не прав. Так что едем и параллельно вспоминаем, чё да как вообще на Амазинге двигаться. Ну а двигаться, судя по всему, надо с осторожностью, учитывая контингент местных водителей, которые вот так вот могут навстречу выехать. Это было опасно. Короче, давайте теперь объясню, почему Гранта и нафиг она мне вообще нужна. По своему опыту скажу, что на всех проектах по ГТА, МДМА, ой, МДМА говорю, МТА, на которых я играл, я ни разу не встречал нормальную модель Гранты. Конечно же, вы можете возразить мне в комментариях, написав, где вы видели нормальную модель Гранты. Но я склоняюсь к тому, что, скорее всего, вы видели одну и ту же всратую модель, где вместо нормального салона находится салон от Калины, первого поколения. Тем временем я уже заезжаю в карьерный. Где-то здесь, то ли в гаражах, то ли во дворах должна стоять моя новая Гранта. Поэтому я, наверное, сейчас где-то запаркуюсь и уже пешочком пойду на поиски машины. Короче, избегал я весь этот карьерный поселок и вон там увидел вдали стоящие колеса. Подумал, неужели, блять, Гранту разобрали, но нет, просто прорисовка подвела. Ну и чё теперь, давайте знакомиться с ней поближе? Подавляющее большинство живущих на земле людей состоит из братьев или сестер. Все мы бестолкового словаря ясны такие понятия, как братство, братская любовь, по-братски. Ах, кобыля чешуя, какая же ты жгучая. Ну и как вам тачка, пацаны? Как моделька? По-моему, достойная. Предыдущий владелец продал эту тачку по причине, цитата, «живу возле карьера, постоянно чёрная пыль оседает на кузове, поэтому, ну его нахуй, надоело её мыть каждый день». Оставим это решение на его совести и теперь наша задача превратить эту дедовскую Гранту в что-то пацанское. Совсем забыл показать вам подкапотку, так сказать, сердце этого автомобиля. А тут у нас довольно-таки надёжный шестнарь. Тем временем я уже разогнался до 154 километров в час и, по-моему, за 80 тысяч рублей это нормальный результат. В целом, если вы ранее не играли на мазинге, вы можете ввести мой промокод «Токи» и за бонусные деньги без проблем купить себе эту тачку. Вдруг вы такой же ценитель Грант, как и я? По правую руку от меня находится тюнинг-центр, а также ещё какая-то СТОХа. Думаю, мы туда тоже ещё заедем. Ну а пока что давайте разберёмся, что мы можем сделать здесь. Покраска кузова, думаю, мне не нужна. Меня полностью устраивает вот этот серебристый металлик. А вот салон, я бы перек... А, он... А он не красится, блядь. Ну и стандартные диски у нас тоже не красятся, но в целом это не беда, потому что мы всё равно будем от них избавляться. Ну ладно, мы сюда не за покраской приехали, а за комплектом тюнинга, который превращает нашу Гранту в Гранту Спорт, блядь, вы прикиньте? Такого я ни на одном КРМП-проекте ещё не видел. Поэтому 240 тысяч, приобретаем обязательно этот комплект. Это не такие большие деньги по меркам мазинга, но тачка в моменте становится круче. Всё, пацики, забудьте про дедовское прошлое этой тачки. Осталось поменять и дисочки, затонировать и немножко её подзанизить, потому что, ну, тачка как-никак у нас в порт, должна быть на немножко зажатой подвеске, соответственно, она будет ниже. Как раз тут неподалёку находится ещё одно СТО, в котором, в отличие от предыдущего тюнинг-центра, можно занизить тачку, поменять и диски, а также наклеить тонировку. Я же, в свою очередь, решил первым делом занизить тачку, таким образом, чтобы колесо прям по арочку виднелось, думаю, 35 прям чётко. Далее у нас на очереди диски, и я бы хотел найти что-то похожее на оригинальные Гранта Спорт диски, опять-таки. Ну и вот эти вот ADV15, больше всех на них похожи пока что. Я пока здесь листал, на своё удивление нашёл статусы, а также торусы ещё, нифига себе. Диски-то замечательные, но на Гранту Спорт не подойдут. Короче, диски ADV15 реально оказались самыми похожими на оригинал, поэтому, наверное, приобретём именно их. Далее у нас тонировочка, но, думаю, её мы поставим с вами в литкарина, потому что она там, скажем так, потемнее. Так что этот в вопросе пока что откладывается. А вот чип-тюнинг обязательно приобретаем, ведь нашему спортивному обвесу необходиму пару лишних кобыл под капот. Ну и чём чёрт не шутит, давайте установим сигналку, мало ли, такую красавицу по-любому захотят угнать. Да и антирадар тоже устанавливаем. Ну а про топливный бак я вообще молчу, устанавливаем, не глядя на ценник. Так, и получается, что этому спортивному автомобилю не хватает только лишь тонировки и регистрационных номеров. Кстати, а если боком дать? Ух, ебать, закладывает, ты посмотри. Это чтоб все знали, что шильдик спорт красуется на этой тачке по праву. Три, два, раз, поехали. Куда ты на красный? На нахуй. Как раз сейчас проезжаем мимо ГИБДД, поэтому поставлю себе номера, надеюсь мне выпадет чё-то нормальное. Итак, ух ты, управление ГИБДД поменялось. Ну благо тут очередей, как в реальной жизни, нету, поэтому быстренько сейчас поставим на учет. Выбираем страну Раисия и регион. Наверное, не буду ничего изобретать, 23 регион возьму. Цена услуги 15 тысяч, похуй получить. И чё за номера по итогу выпали? О-ок, 017. Слушайте, ну кстати, да по-моему неплохо. Такие номера и правда, о-ок, пойдет, похуй. Слушай, а с номерами-то она неплохо выглядит. Разумеется, это не блаты и даже не зеркалки, но цифра в начале прям греет душу, поэтому эта цифра мне нравится. Чё, малышарик? Чё, ебану ты, что ли? Чао, перцик, дозревай, бля. Чё, приора? Эта машина не видела задних фонарей, пацик, я вам так скажу. Ой, кстати, надо заправиться, а то я до тонировки в лыдке и не доеду вовсе. Дай денег на пропитание. А сколько денег вам надо? Ну сколько можно. А может вас на работу отвезти, чтобы вы себе фастом что-то заработали? Молодой человек, давайте. Давайте на шахту вас отвезу, там булыжники подолбите. Где-то я вас видел, ютуб, что ли? О-о-о, нет, такого мы не знаем. А уж уже всё заблокировано. Всё, уже всё в прошлом. Блядь, мы поворот проебали. Забавно, если это подписчик, поэтому Тёмыч, мы устроим, если ты меня смотришь сейчас, напиши в комментарии. Блядь. Сработали подушки безопасности. Ебать, а машина-то не поломалась совершенно? А чё, он хочет погоняться? Хе-хе-хе-хе. Чё-то на меня семёрочка обиделась. Ща, Тёмыч, почти приехали. Всё, братик, давай, от души обнял, приподнял. Ну чё, Тёмыча доставили, и сейчас, походу, будет Рамс с владельцем семёрки. Ах ты, сука! Вот что значит криминальная Россия, блин. Так, ладно, хуй на него. Вместе с его криминалом поехали уже по делам. У нас, как-никак, тонировка по плану, а также бесфлаговые номера, поэтому давайте не будем отвлекаться. Блядь, ну... Слушай, не, погоди. Давай я буду ехать медленно, просто интересно, как долго он будет меня преследовать. Да он за мной, он за мной едет, блядь. Пылит ещё самое главное жёстко там. Блядь, он за мной. Сука, красный, срочно переключайся обратно. Фух. Всё, вроде парень успокоился на своей красной машине. Хотя нет, продолжает ехать, блядь. ДПС, помогите, помогите мне, помогите. Опа, ну нихуя себе. Это реально работает, что ли? Погоди. Ты посмотри, за ним гонят. Ну-ка, погоди, тут закус приорой внеплановый наклёвывается. Делаю. Ох, блядь. Слушайте, ну тут вообще жёсткая погоня, жёсткая суета, пацаки. А мы даже не затонировались ещё, прикиньте. Ну, кстати, слава богу, что мы не затонировались. А то мент бы увидел нас, по-любому бы к нам вопросы начали проявлять, нежели к семёрке. Так, ладно, заменяем тонировку. Установите её в стол. Блядь. Ну давай хотя бы бесфлаговые номера поставим, а насчёт тонировки, блин, ну кто знал, что надо сначала в обычном СТО поставить тонировку, а потом приехать сюда и затонировать машину ещё больше. Sorry, пацаки. Короче, как вы уже поняли, я сейчас в легальном СТО быстренько наклеиваю плёночку и на всех парах дую в литкарина. Ну и вот такой вот результат у меня получился. Правда, вот жалею, что в том СТО я клиренс не приподнял. Потому что нижняя часть авто немножко прос... Блядь. У меня титры перед глазами. Ну и кстати, кто теперь осмелится поспорить, что Гранта Спорт не летает? Так, ну что? Попытка заехать второй раз, изменить тонировку, лобовое стекло. Ну 15 хотя бы, пятнашку закатаем, давай так. Передние стёкла также в пятнашку катаем, и вот такая красота у нас получается. Не, ну согласитесь, что на такой Гранте передвигаться гораздо интереснее, чем на обычной стоковой. Да чё уж там греха таить, на такой даже посуетить немножко охота. Воу, вот так примерно. Слушай, брат, а почему Гранта Спорт? А там водила в трениках сидит. Ух, блядь, ДПС, ёбаный в рот. Вот мы и встретились, я больше никогда на Газпроме... Блядь, ещё один экипаж. Я больше на Газпроме заправляться не буду. Да всё, я заправился, наверное. Или нет. Ну, как говорится, ветер в харю, а я на Роснефть еду, как-никак партнёры автовазовские. И тут тоже ДПС, блядь, и прикинь, чё. Короче, поехали нахуй отсюда, да? Блядь, да как ты меня два раза-то уебал? Я клянусь вам, мой путь до заправки ещё никогда не был настолько тер... Да ну нахуй. Да пиздец. Меня дежурные по школе остановили, ты прикинь? Смотри, чё краем сделали, не заправку, это же ли нормальная вообще? Блядь, я туда заправляться ехал, в смысле? Ну чё, пацаны, такое вот возвращение на Амазинг у меня получилось. Очень здорово, что подвернулся такой повод для ролика в виде покупки гранты. Пиши в комментариях, хочешь ли ты продолжение Амазинга. Ну и если другим тоже зайдёт, то обязательно посудите им ещё в новых видео. Ну а на этом у меня всё, спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну а с вами был Теки, всем поки. Мы пойдём сгонём по полю вдвоём, мы пойдём сгонём по полю вдвоём. Ночью в поле звёзд благодать, в поле никого не ведёт. Только мы сгонём по полю идём.